Давайте еще вспомним. Была такая лемма про символы Лежандра, что если взять символ Лежандра, его просуммировать от 0 до b-1, это будет 0. А если просуммировать символ Лежандра от произведения двух линейных функций, то это будет b-1, если а равно b. Но а равно b, опять же, это значит, что а и b имеют одинаковые остатки по модулю b. Сравнимо. Сравнимо, да. И минус 1, если не так. Теорема Гаусса, которую мы в прошлый раз воспользовались, но у нее не успели доказать, потому что это следующее. Если рассмотреть Гауссову сумму, это сумма от 0 до b-1. n квадрата, а не равно 0 по модулю b. Так, видите, если бы тут было не n квадрат, а просто n, а была бы первая степень z, то про такие суммы мы все знаем, они либо b, либо 0, никаких вопросов нет. Гауссова сумма – это первый, так сказать, нетривиальный вопрос, когда мы линейную функцию заменяем на квадратичную. Так вот, оказывается, что в этом случае уже определить значение суммы Гаусса гораздо сложнее, но тем не менее модуль суммы Гаусса определить несложно. Значит, модуль суммы Гаусса равен корень из корень. Так, давайте доказывать. Итак, вот у нас есть сумма Гаусса на нитке. n здесь пробегает квадраты. Это как раз наше множество, которое мы изучаем. Правильно? Для множества квадратов в прошлый раз мы писали выражение его характеристической функции. Мы писали, что его характеристическая функция, если не рассматривать опять эту несчастную ноль, будет равна половине единице плюс символы Жака. Иными словами, давайте я еще раз повторю, эта сумма, которую мы рассматриваем, можно написать так. Квадрат единица плюс, давайте, ZnA, M поделить на P. Почему? Пусть у нас M является квадратом, то есть M квадрат равно M. Так? Ну тогда у нас в этой сумме есть еще одно слагаемое с таким же значением M. Минус M в квадрате тоже равно M. Правильно? Поэтому значение ZnA, если M в квадрате, считается в этой сумме два раза. Правильно? Теперь посмотрим, что я здесь написал. Если M квадрат, то символы Жака, M по P, равен единице. И значит, вот эта скобка равна двое. Значит, в этой сумме, когда M есть квадрат, тоже ZnA учитывается два раза. Правильно? Так. Теперь, если M не квадрат. Если M не квадрат, то в левой сумме M нет, да? Итак, посмотрим на правду. Если M не квадрат, то символы Жака, M по P, равен минус один. И значит, вот эта скобка равна один минус один, равна нулю. Значит, в этой сумме, значит, этот случай, когда M не квадрат, не учитывается. Еще остался несчастный ноль. В этой сумме, когда M равно нулю, ну, это одно слагаемое Z в нулевой, равно единице, между прочим, да? В правой части, когда M равно нулю, силу Лежандра равен нулю. И получается, что скобка равна один плюс ноль единице. Значит, равенство верно. Хорошо? Так. Теперь давайте раскроем скобочки. Если раскрыть скобочки, то у меня появилось две суммы. Вот это, вот это. Но это сумма нулевая, правильно? Потому что у нас есть теорема, что линейная сумма равна нулю, если A не делится на B. А A не равно нулю по модуль B, значит, что как раз A не делится на B. И у нас получилась иная форма для суммы Гаусса. Оказывается, вот в сумме Гауса сидит символ Лежандра. Вначале мы записали сумму Гауса как, так сказать, квадратическую сумму, да? То есть Z от квадратного многочлена считалось. А Гауса можно написать как сумму Gауса, как сумму Z, B, линейная функция Ферридама умноженная на силу Лежандра. Так. Ну, теперь давайте докажем такую вот формулу, вытекающую уже из второго вида суммы Гауса. Давайте докажем, что сумма Гауса в точке A равна символу Лежандра A по B на сумму Гауса в единицах. Как бы это доказать? Давайте вот что сделаем. Посмотрим на эту формулу. В ней M пробегает от 0 до B-1. Правильно? Вот. Давайте заставим M пробегать числа от 0 и вычета от 0 до B-1 в другом порядке. А именно, если M пробегает вычеты от 0 до B-1, то A-M тоже пробегает. Потому что у нас A не равно 0. Еще раз скажу. Давайте тогда продолжим эту запись. Да? Мне нужна еще какая-то буква. A. Да? Я обозначил M A равное A. M A равно A. И вот это число, как вы выяснили сейчас, да, пробегает числа от 0 до B-1. Написал я здесь L. Да? Теперь мне нужно пересчитать M через B. Ну, из этого равенства видно, что M равно A-1 на L. Да? Все вычисления происходят по модулю B. И, значит, здесь будет L на 1-1 на L. L от 0 до B-1. Я сделал замену переменной. M A обозначил C. Севоли жандра обладает замечательным свойством. Он равен произведению, значит, от произведения. И, значит, я могу написать, что эта сумма является произведением минус A на B на LB zeta L. Вот эта сумма, это и есть сумма Гаусса в единице. Правильно? В ней L умножается на единицу. Осталось доказать, что символы жандра от обратной величины равен просто символы жандра. Но это можно разными. Но A квадрат по P равно единице. Это разные способы. Просто по определению A квадрат по P равно единице. Ну да, можно так сказать. Можно воспользовать форму L. Я могу сказать, что если A квадрат, то я обратный квадрат. Вот. И если A не квадрат, то я обратный квадрат. В любом случае они это знают уже. Мы это все обсуждали, да? В любом случае они это знают. Значит будет A, B, сумма Гаусса в единице. Хорошо. Вот такая у меня замечательная формула, связующая сумму Гаусса в точке A суммы Гаусса в единице. И теперь давайте, собственно, накажем вот эту вот формулу для модуля суммы Гаусса. И теперь, поскольку сумма Гаусса в точке A пересчитывается через сумму Гаусса в единице, достаточно доказать, что модуль Гаусса в единице равен в корне строя. Модуль считать неудобно. Давайте считать модуль квадрат. Если у нас есть комплексное число, да, A плюс и B. Когда сопряженное к нему это будет A минус и B. Если мы эти два числа перемножим, то у нас получится A квадрат минус и квадрат на B, то есть это A квадрат плюс B квадрат. Получается число умноженное сопряженное, это есть просто длина модуль комплексного числа в квадрате. То есть это модуль в квадрате, и мы хотим доказать, что это равно P, тогда модуль Гаусса будет конец. Давайте посмотрим, что это же такое. Теперь возвращаемся к исходному определению суммы Гаусса. Это сумма Гаусса на сопряженную сумму Гаусса. И воспользуемся тем, что модуль числа есть, если есть число на сопряженное. Ну тут может быть что-то написано страшное. Можно так себе представлять. Вот тут у нас zeta 0, zeta 0 в квадрате, 1 в квадрате, плюс и так далее, zeta B минус 1 в квадрате, да? Если я эти скобочки раскрою, да, то у меня получится сколько слагаемых. В каждой скобке у меня по P слагаемых. Когда я раскрою, будет B квадрат слагаемых. Понимаете? Какого они имеют вида? Всевозможные произведения между первого вида на второго. Ну то есть это будет сумма по N от 0 до P минус 1, сумма по N от 0 до P минус 1, zeta N квадрат минус N квадрат. Я умножил произвольное число отсюда на произвольное число отсюда. Теперь надо воспользоваться формулой разности квадрата. Квадрат минус N квадрат это 4 минус N на N плюс N. Давайте сделаем замену. N минус N равно X, N минус N равно X. Да? Тогда у меня будет сумма по X от 0 до P минус 1, и N по Y от 0 до P минус 1, zeta X на N. Правильно, потому что это формула разности квадрата. Но опять нужно сообразить, что значит X и Y однозначно восстанавливается по N на B. Смотрите, что у нас получилось внутри. Внутри у нас получилась сумма линейная. Если X зафиксировано, то сумма по Y уже линейная. Нет никаких квадратов. А линейную сумму мы умеем считать. Правильно? Но тут смысл, может быть, не очень четкий такой. Возведение в квадрат или взятие модуля это для триконометрической суммы не обязательная сумма Гаусса, произвольная. Это, так сказать, дифференцированная. То есть как посчитать триксумму от квадратичной функции? Нужно бы дифференцировать, посчитать от линейной. От линейной. От линейной. Хорошо. Это так, мысли вслух. Значит, итак, сумма здесь, она считается. Она либо 0 почти всегда, либо она равна P. Когда равна P? Когда x, да, сравнимо с нулем по модулю P. Это одно разъединенное значение x. Нулевое. Поэтому эта сумма будет равна P. Все. Так что, п желательно? Да. Нулевоеender. У меня хриняк! Мы можем выходим мыслью. Мы seres все antimахиваем. Продолжение следует...